МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сказать о вашем банке, о ваших продуктах, о вас, об истории. И потом мы перейдем к вопросам уже про движение рекламы непосредственно. Хорошо. Московский кредитный банк работает с 1992 года. Основной наш бизнес сосредоточен в Москве и Московской области. Мы банк, который предоставляет весь комплекс услуг как для корпоративных, так и для частных клиентов. Поэтому, в принципе, нет таких продуктов, которые нельзя было бы у нас найти. Но начинали вы как банк именно для корпоративных клиентов, да? А почему только Москва, Московскую область? Ну, пока стратегия нашего развития не предусматривает выход в регионы. И мы видим, что в Москве еще есть возможность для реализации. Ресурсы для бизнеса. Да, и ресурсы для бизнеса, реализации наших планов. А какие продукты фокусные, которые у вас являются основными для продвижения, для коммуникации? Если говорить о рознице, то нецелевые кредиты и вклады. А нецелевый кредит это? Кредит наличными. Когда вы не говорите банку о том, на что вы планируете потратить средства, то есть вы просто приходите, обозначаете сумму, срок и получаете деньги, а банк уже не отслеживает, куда вы их потратите. А вот, Надь, скажите, я вот, например, так скажем, обычный потребитель банковских услуг. К какому принципу я должна выделить ваш банк? Есть ли что-то, что вас выделяет, а вас каким-то образом дифференцирует? Как вы это вообще доносите? И есть что-то там уникальное, неординарное? Потому что, в общем, Москва довольно, тем не менее, хоть и ресурс для бизнеса существует, и продолжает слабо существовать, все равно банковских услуг очень много, банков много. Вот что должно мною мотивировать, чтобы я выбрала вас? Мы, наверное, в хорошем смысле слова, как по учебнику, соответствуем всем 4П. Мы создаем хороший продукт, удобный для потребителей, например, наверное, мы единственные, единственный банк, который предлагает взять кредит наличными на сумму 3 миллиона рублей под 15% на 15 лет. Сейчас такого долгого срока на рынке нет, это практически ипотека, учитывая срок и сумму. То есть у них такой низкий процент? Ну, низкий процент, конечно, для тех, кто давно с нами, но тем не менее, даже для клиентов с улицы у нас приемлемые ставки. У нас хорошая цена, если посмотреть на наши позиции и ставки процентные как по кредитам, так и по депозитам, то мы всегда находимся, наверное, в топ-10, если даже не в топ-5, по ценовому уровню. Также у нас очень много отделений, больше 60 в Москве и Московской области, плюс развитая банкоматная сеть и больше 4 тысяч платежных терминалов, в которых вы можете как погасить свой кредит, так и пополнить карту. Поэтому, в принципе, мы всегда доступны, рядом, вы нас видите. Вот мне всегда был такой милетантский вопрос, сейчас задам. Но что было интересно, опять же, с глазами потребителя, вот почему какие-то банки могут позволить себе предлагать более сниженные ставки? Какие-то нет. Это, наверное, связано с вашими какими-то ресурсами, возможностями, инвестициями. В первую очередь, конечно, это связано со стоимостью фондирования, потому что чем крупнее банк, тем выше у него кредитные рейтинги, и тем доступнее для него средства, с одной стороны. А с другой стороны, это просто зависит от стратегии банка. Если банк нацелен на повышение прибыли, или, например, должен показать это прибыль акционерам, то, конечно, он не может позволить себе предложить более низкую ставку. Плюс все еще зависит от подхода к рискам. То есть, например, если банк одобряет вам кредит очень быстро и не имеет возможности оценить вас со всех точек зрения как заемщика, или, например, у вас были проблемы с кредитной историей, то ставка будет компенсировать ваш кредитный риск. Ну и, собственно, риски для банка, что вы не вернете. Поэтому, например, одни банки, специализирующиеся на тех же самых посткредитах, они предлагают одни ставки. Мы относимся к заемщикам более внимательно и оцениваем. Может быть, немного дольше, но зато можем предложить более выгодную ставку. А вот как скоммуницировать вот это предложение? Допустим, вы выходите с новым фокусным продуктом. Низкая ставка, 3 миллиона кредит. Как скоммуницировать это потенциальным потребителям, консюмерам? Потому что, во-первых, в России есть определенная степень недоверия к банковским услугам. Это у нас исторически. То есть нужно какой-то барьер сломать. Во-вторых, условия такие достаточно уникальные. То есть очень много вопросов возникает. Вот как работать с этими возможными возражениями со стороны консюмеров? Более того, привлечь их на свою сторону. И с помощью каких инструментов продвижения это можно сделать? Начну, наверное, с того, как избежать недоверия. Так как мы работаем именно в Москве и уже почти 21 год, мы все-таки стараемся не обманывать ожидания наших клиентов. Только это позволяет нам каждый раз эффективно предлагать наши продукты. То есть уровень недоверия нам удается снизить. В принципе, клиенты, если приходят к нам, то очень редко уходят от нас. Кроме того, конечно, креатив в рекламе и индивидуальности очень важна. Когда речь идет о деньгах, человек в первую очередь оценивает финансовую сторону вопроса. Поэтому размещать на щите, тем более, если вы... Щит после телевидения второй по охватности канал. И поэтому на щите нужно размещать те условия, которые потребитель сможет считать за 3 секунды. Ну и то, что ему действительно важно. По сути, сумма, срок и ставка. Поэтому мы так и пишем на щитах, крупными буквами 3 миллиона. А все вот эти звездочки? Ах, бесконечные. Звездочки мы стараемся не нарушать требования ФАС. Поэтому, в принципе, дисклеймер у нас можно прочитать, даже если ты стоишь метров 10 от щита на светофоре. То есть, если тебе это интересно, ты сможешь получить все условия. Плюс всегда все условия по продукту доступны как в контакт-центре, так и на сайте, и в нашей группе в Фейсбук. Поэтому мы постараемся никого не обманывать. А я так понимаю, что щиты используются активно? Щиты используются активно. Потому что пока мы, наверное, не видим для себя смысла выходить с роликами на телевидение. Несмотря на то, что у нас есть возможность таргетировать рекламу на Москву и область, но все-таки щиты работают хорошо. И это позволяет нам не тратить деньги на продакшн ролика, но и в целом на более дорогую телевизионную рекламу. И несмотря на то, что многие наши подрядчики считают, что мы завешиваем, мы часто слышим, что МКБ завесил своими щитами всю Москву. Это не так. Мы используем порядка 200 щитов, но тем не менее умеем их очень рамотно располагать. Но щиты, они такую больше информационную нагрузку несут. То есть что, где, как, сколько. А какие-то имиджевые истории за счет чего вы решаете? То есть каким образом скоммуницировать потребителю? Какой там, не знаю, дух московского кредитного банка? Какой у него характер? То есть почему именно? То есть какие-то эмоции каким образом выстроить? Тем не менее эмоции можно передать и на щите. Мы активно используем интернет. И в целом я считаю, что любая реклама, пусть даже продуктовая, она работает так или иначе на имидж. Работает не только на наши продукты, которые мы непосредственно продвигаем, но и, например, не вкладывая очень много денег в продвижение корпоративных продуктов, мы, тем не менее, даже своей продуктовой рекламой позволяем все-таки людям узнавать и о нас как в банке в целом. Плюс мы используем все носители, которые у нас есть, от инкассаторских машин до второго экрана наших терминалов. Поэтому мы активно это задействуем. Если говорить об имидже, то все-таки нужно ориентироваться, наверное, на стратегию банка и на видение руководителей. Потому что если сейчас у нас стоит задача продвинуть продукты, и мы понимаем, что с нашим имиджем, в принципе, все в порядке, то, наверное, лучше сделать фокус на продвижение продуктов. Но, тем не менее, например, возникают такие моменты, когда имиджевая реклама важна и нужна, как было в прошлом году, когда нам исполнилось 20 лет. Тут у нас цифра 20 лет нашим гостям исполняется. 20-125. Ну вот, когда нам исполнилось 20 лет, мы решили, что мы уже достаточно крупный банк, и так как сосредоточены в Москве, и, в принципе, именно москвичи позволяют нам так успешно развиваться, это наши клиенты, то стоит, наверное, сделать праздник не только для себя, но и для москвичей. И мы пригласили не только сотрудников с семьями, но и всех жителей города в парк Горького на очень крупный фестиваль, несмотря на то, что это был конец августа. Это вот в этом году вы делали? 2012. В прошлом, да, вот в августе. Да-да-да, мне кажется, я видела. Детский творческий фестиваль. Детский творческий фестиваль. Да-да-да-да, было. И, в принципе, я считаю, что как имиджевая... Опять же, на счетах я увидела эту рекламу. Да, ну, мы использовали... Мы же любимым носителем. Мы использовали медиамикс. И счеты, и радио, и интернет, и группы Facebook, потому что все-таки активные молодые родители, они ищут информацию в интернете. Это однодневное было мероприятие? Да, это было однодневное мероприятие, но оно было настолько насыщенным, что, приведя его, мы поняли, что можно было бы, в принципе, разделить на два дня, и получили очень много отзывов, что как же было здорово, и жаль, что у вас не было второго дня, мы бы обязательно пришли. Почему фокус на творчество, на детское творчество? Вообще вот такая тематика. Ну, потому что, если вы немного знаете наш банк, то, наверное, можете представить, что мы все-таки поддерживаем семейные ценности, потому что наш основной акционер, Роман Иванович Амдеев, он отец 23 родных и приемных детей. Ух ты, какая пиар-история. Отличная. Это прям отдельная тема, я прям уже смотрю передачи. Это очень-очень вызывает огромное уважение, конечно. Да, и поэтому у нас в банке в целом мы как-то стараемся не афишировать, но тем не менее, так или иначе, поддерживаем детей. Детские дома наверняка, да, какая-то благотворительная деятельность у вас существует? Детские дома, но все-таки мы стараемся это делать за счет собственных средств, а не за счет средств акционеров. Потому что потратить корпоративные деньги, это одно дело, а все-таки выделить средства из своей собственной зарплаты тоже немного другое. Ну и как-то мы обычно об этом не рассказываем, но тем не менее, дух семейных ценностей, он в нашем банке основополагающий. Поэтому, когда мы думали о том, как бы отпраздновать наши 20-летия, ну, ничего. А вы, кстати, любопытно очень, Надь, вот то, что вы очень так большую дали рекламу самому этому мероприятию, да, это вот и было заметно, и мы все это видели, но то, что, например, вот что явилось причиной, что вы действительно пропагандируете семейные ценности, для вас это является основополагающей, вообще ключевой такой value. Вот это я не думаю, что много знают людей. По крайней мере, я это услышала первый раз. Вот, это где-то каким-то образом пиар какими-то средствами доносится, потому что это же очень неправильная, наверное, история для банка в том числе, учитывая, что продукты, они, как правило, используются, конечно, для семейного какого-то обеспечения. Мы стараемся все-таки не использовать в наших рекламных макетах образы счастливой семьи, потому что... Ну, все-таки рекламные макеты – это средства прямой рекламы, это такие консюмерские. А пиар... Да, потому что это очень... Совершенно права Алена, сказав, что это настолько благодатно, и, главное, не искусственный материал. У меня ж руки даже зачесались. Да, не искусственный материал. Это такой, да, для пиара. Очень-очень красивая история пиара. Ну, скажем, Роман Ивановичу не очень нравится, когда его продвигают именно с помощью. Ну, это самое простое. Конечно, любой журналист, узнав об этом, согласится взять интервью. Но тут все-таки не стоит, наверное, перегибать палку и делать из какого-то искреннего человеческого порыва хорошую пиар-историю. Да, когда об этом заходит речь, мы, конечно, рассказываем, но стараемся не строить на этом весь пиар, потому что это самое простое для пиарщиков. Ну, это очень похвально. Это, на самом деле, да. Да, очень похвально. У нас что-то такой век цинизма. Да, да. Это очень здорово. На этом сознательно, это, конечно, очень здорово. Надь, мы сейчас, на самом деле, прервемся буквально несколько минут на рекламную паузу и потом продолжим очень такую интересную нашу историю по поводу продвижения, тем более столь нестандартного. Вот парк Горько меня очень заинтересовал. Буквально на несколько минут. Рекламная пауза. Читайте в журнале «Маркетинг-менеджмент». Как маленькому магазину стать крупной торговой сетью? Как случайного клиента превратить в постоянного? И как создать эффективную рекламу с минимальными затратами? И еще 128 лучших идей для вашего бизнеса. Закажи свежий номер журнала на сайте marketing-magazin.ru И повышай продажи. Проблемы с бухгалтерией? МБК. Мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет. Сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65. Мир-бк.ру Мы снова в эфире. Программа продвижения рекламы. Ее ведущая Татьяна Тармогина и Алина Арсамасова. А у нас в гостях Надежда Левашова, начальник управления маркетинга, рекламой и пиар о Московской кредитной банке. Мы закончили нашу первую часть на очень нас прям тронувшую темой. В вашем основном акционере и вообще вот этой вот семейной ценности, которую вы так скромно пропагандируете. И о той вот действительно очень интересной акции, которую вы провели в прошлом году про Горького. Насколько вы считаете, она была успешной? И вообще, как вы измеряете эффективность подобной акции? Потому что это был в чистом виде ивент, который всегда вызывает очень много вопросов по поводу цифровых показателей эффективности. К счастью, мне очень повезло с руководителями. И когда мы делали это мероприятие, никто не ставил задачи обязательных финансовых результатов от этого фестиваля. То есть у нас есть мнение о том, что когда ты что-то делаешь, не обязательно ждать тот же финансовый выгод. Поэтому скорее это был такой акт доброй воли с нашей стороны. И в целом какой-то эмоциональный порыв как акционера, так и руководителя нашего банка. Поэтому мы оценивали просто как специалисты по маркетингу и рекламе и пиар. Для нас ключевым показателем было количество людей, которые пришли к нам на праздник. По данным ГУВД, которое охраняло наше мероприятие, было порядка 68 тысяч человек. Несмотря на то, что был конец августа, и многие были в отпусках, а дети на дачах. И несмотря на то, что шел ливень, который тем не менее не разогнал людей, которые пришли к нам на праздник, и не отпугнул тех, кто к нам все-таки собирался. Когда прошел дождь, мы увидели, что людей стало еще больше. Тогда это очень большой результат, если был дождь еще. Это большая победа. Мы получили множество положительных публикаций, отзывов в соцсетях. А вот хочу узнать, а фестиваль подразумевает, что вы это каждый год будете теперь делать? Мы бы очень хотели делать его каждый год. И, наверное, продолжим, может быть, в следующем году. Но все-таки это очень большие физические, эмоциональные и финансовые вложения. И не хотелось бы терять уровень, который мы задали... Извивили, да, в первом году? Да, уже задали. Потому что у нас были хедлайнеры со всего мира. Из Австралии, из Испании, Аргентины. Известный 3D-граффитист Эдгар Мюллер. Один из лучших 3D-граффитистов, который рисует масштабные картины. Поэтому все-таки нужно найти людей, которые смогли бы приехать и удивить искушенную московскую публику. Но и в целом как-то нужно немножко передохнуть. Но от этой идеи мы, конечно, не отказываемся. А как вы относитесь, знаете, вот очень многие банки используют стратегию, стратегию продвижения своего имиджа, медиалиц разных российских, ну и некоторые банки международных, да, и очень эксплуатируют эту тему так активно. Вы никогда не прибегали вот к этой стратегии? Вообще, как вы ее оцениваете, ее эффективность? В принципе, она имеет право нажить. Но если говорить о нашем банке, то мы скорее бы повесили на щит наших сотрудников, чем какую-то личность. И в целом я как маркетолог считаю, очень, вернее, согласна с Дэвида Могилови, который говорил о том, что сила вашего бренда должна быть сопоставима с силой бренда того медийного лица, который вас продвигает. У него есть очень классический пример, когда он невероятными усилиями привлек Леонору Рузвель для рекламы Маргарина. Тем не менее, все запомнили ее, и никто не вспомнил, что за Маргарина, какую марку она продвигала. Нам все время так говорят, когда мы предлагаем все время продвижения. Поэтому, ну и плюс еще нужно быть уверенным в репутации того лица, которого вы привлекаете для рекламы. Если ваша компания проповедует здоровый образ жизни, а потом ваше медийное лицо, использованное в рекламе, в каком-то непотребном виде выходит из клуба, то, наверное, это все-таки тоже повлияет на ваш бренд. Поэтому нужно очень тщательно взвешивать все за и против. Надя, а вы неоднократно упоминали Facebook-страницу. Можете поподробнее рассказать, что именно там происходит? Потому что понятно, что страница ради страницы неэффективна, то есть там должна быть какая-то жизнь, то есть нужен определенный ресурс, чтобы эта страница заниматься, наполнять каким-то контентом, продвигать, чтобы это было интересно аудитории. Только сначала скажите, сколько у вас там подписчиков? У нас не очень много подписчиков, порядка 1200, но мы не вложили ни рубля в движение этой страницы. То есть это вот такой вот собственный такой сетевой распространение? Это собственный органический рост. Мы просто стараемся подавать, информацию там более понятным языком и плюс все-таки решать проблемы наших клиентов на страничке. То есть нам всегда могут написать. То есть это больше такой ресурс, площадка для обратной связи? Да, скорее. Скорее, да? Скорее. И никакого условного контента, который сейчас очень часто используется, стратегии, когда страничка становится в том числе и развлекательным каналом, когда бренд пытается как-то внедриться в лайфстайлы своего потребителя, дать ему какую-то контентную составляющую, какое-то развлечение, вы подобное не используете? Скажем, если бы мы продвигали другую группу продуктов, может быть, это имело бы смысл размещать игрушки и пытаться стать частью вашей жизни. Но тем не менее, банк – это все-таки серьезная организация, в которую вы приходите решать ваши серьезные вопросы. И выбирая, куда потратить маркетинговый бюджет, мы все-таки стараемся, наверное, исходить из задач. То есть, например, если у нас основная задача продавать, зачем тратить деньги на развлекательную игрушку, когда можно, например, выбрать контекстную рекламу или тех же самых лидогенераторов и действительно добиться эффективных показателей работы, а не просто развлечь пользователя. А вы вот упомянули уже один уникальный продукт, который у вас есть – вот этот наличный кредит, довольно такой серьезный, с серьезным лимитом, с хорошим процентом. Вы, я так понимаю, практикуете вообще вот подобные такие уникальные продукты, разработку их и предложения. Есть какие-то еще? Расскажите. Мы стараемся. Например, мы были одним из первых банков, который во время кризиса и после кризиса в особенности вышел с предложением ипотеки. Причем под очень хорошую ставку 10%. Тогда, наверное, ни один банк не был готов выйти с таким предложением. А почему вы не испугались? В жилах наших руководителей есть склонность к осознанному риску. Только семейные ценности, но и авантюризм. Я бы не назвала это. Я бы не назвала это авантюризм, но скорее, наверное, определенная решительность и уверенность в своих действиях. Ну, как показывает практика, все, что вы предпринимали во время кризиса, очень хорошо сработало. И эти заемщики… Мы, во-первых, собрали самых качественных заемщиков с рынка. И прошло уже несколько лет, люди активно гасят ипотеку, не нарушают никакие финансовые обязательства. Мы, в принципе, очень довольны. То есть это был такой ход, который на себя оправдал вот на 100%? Конечно. Что такое время непростое? Мы в банке придерживаемся лозунга «Хороший враг великого». И стараемся, чтобы у нас все было отлично, чтобы когда ситуация изменилась, то у нас просто все было хорошо. А какие-то новые продукты вы готовите? Может быть, там, кредитные карты, какие-то коллаборации с брендами? Если можете такую информацию раскрыть. Ну, скажем, мы все-таки стараемся развивать свою дисконтную программу по кредитным картам, нежели выпускать кабрендинговые карты. Потому что нужно очень четко выбирать партнера. И, в принципе, всегда история банковского бренда с, допустим, с авиакомпанией или с созданием. Это всегда очень большие финансовые вложения. И нужно быть четко уверенным, что вы сможете их отработать. Поэтому мы пока все-таки сосредоточены на своих продуктах. Я смотрю, вы вообще очень так вот цените свой имидж и стараетесь не делать те акции, которые могут как-то этот имидж, эту репутацию, ну, если они скомпрометируют, то, по крайней мере, как-то на нее повлиять. Это тоже часть вашей такой вот идеологии корпоративной? В целом, да. Мы стараемся очень эффективно расходовать средства. И у нас есть определенная решимость, но за каждым шагом все равно стоит трезвый расчет и анализ рисков. Но это все-таки характеризует вас как такой вот персональ бренда очень такой вот характерный, очень уверенный в себе. Да, и это на самом деле очень интересно, потому что, говоря о персонале бренда, все время рисуешь некий какой-то образ, да? А вы при этом не очень, я так понимаю, склонны к имиджевой коммуникации. Да, все-таки это больше какие-то продуктовые вещи. Но, тем не менее, говорите, что этот вот характер, он считывается. Считывается, скорее всего, действиями, которые банк предпринимает, нежели каким-то образом или кодами, которые вы транслируете через коммуникацию. Мы стараемся, мы понимаем, что все-таки даже потребительская, даже реклама, нацеленная на потребителя, она может быть имиджевой. И сейчас мы как раз пытаемся скрестить то, что нам пока не удавалось сделать, и придать нашей продуктовой рекламе некую имиджевую составляющую. Надеемся, что вы в ближайшее время это увидите. У нас будет новый слоган, мы немного обновили. Ой, это интересно, расскажите нам, Надя. Это любопытно. Я могу сказать, что мы утвердили уже слоган и все наши рекламные кампании будут проходить под слоганом «От хорошего до великого один банк». Это в целом отражает нашу любовь, наверное, в целом нашу позицию от хорошего врага. Вы профессионисты тоже, да? Да, профессионалисты. Это чувствуете. Это чувствуете. Ну, мы все-таки стараемся придерживаться принципа, что «хороший враг великого» – это раз. А во-вторых, позиция, что мы все-таки выступаем партнером для наших клиентов. И как мы тянемся к нашим клиентам, так и мы помогаем клиентам добиваться чего-то большего. Ну и, собственно, думаем, что этот слоган отражает нашу позицию и хотим его активно использовать в наших рекламных коммуникациях. А наверняка у вас есть какая-то программа лояльности, вы используете какие-то CRM-инструментарии для работы с вашими клиентами? Конечно. Без IT, наверное, работа банка, тем более в таких высококонкурентных условиях, без хорошей IT и CRM-системы невозможно. Поэтому мы как раз обновляем нашу программу и даже недавно получили премию за обновление IT-программы, которая позволяет нам собирать информацию о клиенте. А она какая-то… какой-то уникальный был софт применен или что-то какое-то инструментарие? Это уникальный софт, который используют очень многие банки, зибель. Ну, то есть это такая персонифицированная коммуникация с клиентом, когда собираются разные данные, и анализируется поведение каким-то образом, и, соответственно, кроется коммуникация под вот этот анализ. Не имеется за что мне интересно. За быстрое внедрение обновленного продукта. Ага. Ну, вот эта система, она вот про это, да, собственно, такая… В целом, да, ее возможности довольно великые. Такая интеллектуальная, такой CRM, когда о каждом клиенте знают много. Да, смарт-CRM. Ну, в целом, я должна сказать, что все-таки в банках маркетинг, наверное, немного разделен. Лояльность и разработка продуктов находятся в одном подразделении, маркетинг и продвижение – это немного другое, потому что, ну, все-таки, наверное, у нас более сложные продукты, и в отличие от тех же самых MCG-компаний, мы не можем позволить себе полностью разрабатывать продукт только в управлении маркетинга. Поэтому у нас есть коллеги, которые как раз занимаются программами лояльности, дисконтными программами и в целом анализом наших клиентов. Надь, ну, вот на самом деле, мне лично очень симпатичны ваши ценности и вот эта идеология, которую вы пропагандируете. На самом деле, это редкость, мне кажется, в наше время, особенно, вот как уже Алена сказала, очень циничная. Наша программа, да, уже так быстро и скротична, поэтому подходим к цинизм и цинизм рекламе. Поэтому, Надь, вы можете пожелать несколько каких-то, может быть, слов или напутствия нашим телезрителям, как обычным, в общем-то, людям и потребителям, так и маркетологам? Наверное, маркетологам могу сказать, что если вы хотите быть успешным маркетологом, то стоит больше общаться с руководителями и в особенности с вашими коллегами из бизнеса, потому что это позволит вам очень быстро реагировать на их запросы. То есть, ну, я считаю, что хороший маркетолог, в особенности в банке, должен смотреть, знать, во-первых, какой план стоит перед коллегами и ежедневно отслеживать, выполняется ли он. Потому что, как только он не будет выполняться, это значит, что вы уже должны бежать, делать макет и планировать рекламную кампанию. Именно тогда вы не будете застегнуты врасплох. Спасибо вам большое, Надь. Да, мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. У нас в гостях была Надежда Левашова, а в эфире программа продвижения рекламы и ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Розамасова. Всего доброго. Всего доброго.